Сегодня мы с вами будем шить, вышивать цветочек. Этот элемент пойдет на платье. Платье красного цвета, бархатное, то есть достаточно строгое. Но для того, чтобы добавить какую-то изюминку, я решила сделать вышивку. Вышивку. Так как у меня в коллекции присутствуют красные платья с золотом, в принципе я могла бы вышивку сделать золотой, то есть из золотых оттенков. Но все-таки я решила придержаться красного цвета, то есть вышивка тоже будет красной, так же как и основа платья. Для вышивки мне понадобится бумага с карандашом, чтобы нарисовать цветок, наш узор. Я его перерисовала с фотографии с компьютера. Причем совместив листья от одного цветка, бутон от другого. То есть использовала то, что мне нравится. Нам понадобится пяльца достаточного диаметра, чтобы вошла наша вышивка. Сеточка для вышивки, которая не деформируется после растяжения. Ее нам понадобится тоже чуть больше диаметра наших пялец, то есть 35 см. Из материалов я буду использовать пайетки. Пайетки я буду использовать для лепестков. Рубку. Цвет достаточно хамелеонистый. То есть это будет у нас листья. И мелкие кристаллы и бусины я буду дополнять на лепестках, чтобы дать немного объемности. Для того, чтобы держать вышивку, буду использовать вот такие вот держатели, которые можно купить в строительном магазине. Нитки буду использовать обычные, но можно использовать металлизированные, если будем обводить контур каким-то образом. Итак, сначала запяливаем нашу сеточку. Стягиваем. И подтягиваем. Сильно не перестарайтесь. То есть главное создать такое небольшое натяжение. Если вы используете фатин, он больше деформируется. И соответственно после того, как вы сделаете свою вышивку, снимите, она у вас скукожится. То есть сетка для вышивки позволяет остаться вышивке равномерной. То есть вот немножко, кстати, вышивки равномерной. Еще какой момент. Если вы свою вышивку хотите расположить на ткани, то есть вот это предназначено для того, чтобы расположить на лифе из такого же материала. Но если вы будете вдруг располагать именно на атласе, то уже нужно думать над узором. Чтобы не было вот таких мест, которые у нас тонкие достаточно, витиеватые, то есть с тонкой прорисовкой. Очень тяжело будет вырезать так, чтобы остатки вот этих хвостов не остались. Поэтому нужно узор такой рисовать, чтобы не было вот как раз вот этих падин. То есть линии были более простые, чтобы было легко потом вырезать и расположить как раз на наш лиф. Далее переводим наш цветок. Использую я для перевода обычный карандаш CH2. То есть это мягкий карандаш. Он очень хорошо прорисует все основные узоры. Рисунок я рисовала от руки, то есть это непереведенные скальки. Узор вы можете использовать другой. То есть немного видоизменить его под себя. Бутон я взяла что-то похожее на ландожевую. Здесь мы будем прорабатывать бусинками. Вот в этой части тоже будут бусины. То есть я сразу сделаю границу. То есть на одной границе лепестка будет пайетка, на второй границе, на второй части лепестка будут бусины с кристаллами. То есть сразу сделаю эти обозначения. Вот так у нас получилось. Единственный подвох в том, что узор у нас будет в зеркальном отображении. Это тоже нужно учитывать. Перед тем, как начинать, убираем лишнее. Оставляем примерно сантиметр. Все лишнее убираем. Будем начинать со стебля, поэтому оставляем этот край. Когда я его заполню, то есть будем перемещать. Здесь наполняется именно рубка. Иголка и нитка. Если бы мы работали крючком, то сначала мы бы обвели тамбурным швом весь контур. Но так как я работаю иглой на данный момент, то я сразу начну заполнение бисером. ниточку вставляем в тон. Без узелка. То есть вставляем. Еще раз. То есть делаем узелок как бы уже на месте. Первый элемент заложить один. На середине этого элемента выходит игла. То есть на половинке элемента. Затягиваем. И используем две. Здесь техника очень похожа с вышивкой гладью. Где идут стежки покороче, подлиннее. Покороче, подлиннее. То есть один миллиметр, два миллиметра. Один миллиметр, два миллиметра. И немного, немного в наклон отправляем. Отправляем. Для того, чтобы закрепить первые бусины, прокладываем еще раз обратно. Чтобы бусинки лежали более ровно. Если они вот так подламываются, это неправильно. Здесь на уровне, то есть между двумя бусинами, выскакиваем. То есть всегда начинаем с середины предыдущего элемента. Так как стебель идет одной ширины пока, мы работаем именно с двумя. Все время под наклоном. Хотя бы под небольшим, но наклоном. Выходим посередине. Я, видите, придерживаю, чтобы никуда не ускочило. Чтобы было ровно. И ведем постепенно, пока не начнется расширение. Сейчас мы ведем вот этот стебель. Если чувствуете, что идет слабо, возвращайтесь. Возвращайтесь. Сделайте такую некую закрепку. Через раз. По две бисеринки примерно до вот этого уровня ведем. Вот видите, я немного ускочила, что нитка осталась миллиметр. То есть я возвращаюсь в обратную сторону, чтобы прижать ее туда, где она должна быть. Подвигаем бусинки. Все время подвигаем, чтобы не было между ними пространства. Можно было бы использовать два оттенка. Но здесь мы ведем только один оттенок красного. Хотя можно было одну бусинку ввести светлую, другую более темную. Для того, чтобы градиенты были красивые. Все время в натяжении держу. То есть помогаю в натяжении держать, чтобы не распускалось. Уже через пару шагов будем переходить на... Переходить на три бусинки. О, попалась склеенная. Сделаю лишний раз закрепку. То есть, чтобы закрепить... То есть через некоторые промежутки обязательно ставьте закрепки. Закрепка это еще раз пройтись по этому же месту просто. У нас уже началось небольшое расширение. Уже используем три фрагмента, три элемента. Здесь уже берем тоже посередине, между тремя. То есть на второй бусинке выныриваем. И ведем. То есть иглой работаем именно по контуру, по нанесенному. Рядом, то есть в миллиметре от предыдущей бусины. С другой стороны, то есть тоже выходим по контуру. Чтобы не создавать бугров, можно бусины сначала проверить. То есть как они укладываются у нас. Угол стараемся держать хотя бы под 45. То есть не выходить на горизонтальное пересечение. Это очень важно. В природе, во-первых, такого нет, расположения жилок. То есть всегда идет по диагонали. Ориентируемся именно как у нас идет в природе. Когда будем вырезать элемент, нужно стараться не зацепить ни одну из ниточек. Тогда сохранится целостность узора. Границы у нас гуляют. То есть шире, меньше. Мы на них ориентируемся. То есть действуем иглой. Встаем там, где у нас граница. Поворот можно. Радус немного менять. К концу стебелька. К концу листочка идем на уменьшение. То есть с трех переходим на две. Держимся контура. Скоро он перейдет уже на одну бусинку. Смотрите, я упираюсь в стол. Поэтому делаем небольшое смещение. Угол у нас заостряется. Вот подломилась. Видите? Должна быть более ровная. Пройдите ее еще раз, если так же у вас получилось, чтобы выровнять. Чтобы плотно сидел. Прямо практически вертикально, но старайтесь все равно выводить так, чтобы был небольшой наклон. Все, используем одну бусину. У одной бусины тоже посередине выходим. То есть на 50%. И чуть под наклоном. Видите, чтобы рядочек небольшой угол давал. То есть чуть-чуть вот так. Все время помогаю пальцами. То есть либо придерживать нитку, чтобы не расхлябывалось. Второй листик делаем точно так же. Здесь в той же технике. Тянем, тянем до самого конца. Перейдем на цветок на лепестке. Верхнюю часть будем обрабатывать пайеткой. Нижнюю часть бусинами. Границы у нас обозначены. Начинаем максимально сверху. То есть с верхних лепестков. С верхних лепестков. Также вставим закрепку. Чтобы не оставалось узелков. И с самого края пошли. То есть мы сейчас идем по контуру верха. Верху вот этого лепестка. В миллиметре от края ставим пайетку. Иголку вытаскиваем на границе с предыдущей пайеткой. И в миллиметре от края контура ставим следующую. То есть вторая закрывает первую практически наполовину. То есть края пайетки должны идти по вот этому контуру. То есть так мы и двигаемся в миллиметре. То есть иглу ставим в миллиметре от контура. Доходим до границы, где у нас очерчены именно бусины. Заходим в центр, чтобы закрыть пустоту. Ниточек у нас не должно быть видно. Ставим максимально близко к предыдущему ряду. Получается как бы отступаем назад. Закрываем все ниточки. Закрываем все ниточки. Дальше у нас идут бусины. Бусины идут самые-самые мелкие. Буквально миллиметровые. Проходим сквозь дырочку, чтобы перекрыть ниточки наши. Обязательно переходы с ниточкой нужно закрыть. Если нет таких маленьких бусин, можно использовать бисер. Весь край обработали маленькими бусинами. Можно переходить чуть более крупные. Также можно добавить сюда кристалл, тоже двухмиллиметровый. Самые-самые мелкие. Чем меньше элементы мы используем, тем вышивка смотрится более выгодно. Более узкие. Пошли тут пространства. Можно уже заполнить их бисером, допустим. Круглым. Круглые бисеры я использую очень редко. Мне больше нравится рубка. Кристалл. Можно пройти еще больше закрепить, чтобы больше. Более крупные элементы проходим два раза. Бисером получается. Мы делаем только прорисовку лепестка. И выходим на следующий лепесток. Двигаемся опять к вершине. И опять переходим на пайетку. Двигаясь в миллиметре вот контру. Одна к дну. То есть не оставляя между ними промежуток. Спускается. Спускается второй ряд. Чтобы перекрывать ниточки первого ряда. Продолжаем. В третьем ряду у нас уже идет пару пайеток всего. Потому что здесь идет уже заострение, контур наш закончился. В четвертом ряду уже всего пару пайеток. Пятый ряд одна. Все прорабатываем мелкими бусинами. Прорабатываем бусинами. Сначала веду по одной линии, чтобы закрыть пайетку. Вот эту ниточку. Прорабатываем бусинами. Заполнив немного бусинами в центре, можно уже поставить кристаллик или бусину большего размера. Я ставлю 2-х миллиметровый кристалл. И бусины чуть покрупнее. Дальше опять маленькие бусинки. Вы можете использовать бисер круглый. Каждый лепесток оформляем примерно одинаково. Двигаемся к следующему лепестку. С одного и того же края работаем. То есть справа налево. Каждый лепесток справа налево. Справа налево.